Преподобный Паисий Святогорец, страсти и добродетели. Когда есть самоотречение, Бог подает свою благодать. Геронда. Когда я думаю о том, как святые свершали усилия над собой, меня мучает совесть. Мне кажется, что я то себя жалею. Когда человек, подвязаясь смиренно, усердно и с рассуждением, вступает за пределы своих возможностей, тогда на него сходит сверхъестественная божественная сила. Геронда. Что имеет в виду Авва в Арсенофии, говоря, не ищи телесного покоя, если не посылает его тебе Господь? Смысл слов Аввы в том, что не надо искать местечко потеплее. Нужен не комфорт, а самоотречение, за которым последуют обильные божественные дары. Когда есть самоотречение, тогда Бог подает человеку свою благодать. Когда в человеке есть дух жертвенности, тогда он получает божественную помощь. Бог заботится о нем. Чем больше человек приносит себя в жертву, чем сильнее он молится о своих ближних, чем большую помощь от Бога он получает. Однажды поздно вечером я шел из монастыря в Ставра Никита в келью отца Тихона, которую приводил в порядок, собираясь там поселиться. По дороге меня остановил один человек. За спиной у меня был тяжелый мешок. К тому же моросил дождь. А я стоял и слушал его. Уже стемнело, а он все говорил и говорил, не переставая. Мы вымокли насквозь. В какой-то момент мне пришел помысел. Как же я найду свою келью? Ночь, грязь, дорога, трудная и фонаря нет. Но я как мог прервать человека. Как мог. Я его спросил, где он собирается ночевать. Он сказал, что в одной из келей неподалеку. Так мы стояли до полуночи, но наконец распрощались. Я пошел своей дорогой, но только ступил на тропу, ведущую келью, как поскользнулся и свалился в кусты. Машмаки полетели куда-то вниз, мешок зацепился за ветки, а подразник задрался до шеи. Ночь была такая, что хоть глаз выколи. Тогда я сказал себе, лучше остаться здесь. Прочитаю по вечерии полуночницу утреннюю, а там, глядишь, раз рассветет, как-нибудь и до келья доберусь. А тот бедняга, найдет ли он дорогу? Я начал читать по вечерии. И как только дошел до, помилуй меня Боже, повелицы милости Твоей, неожиданно сильный свет, словно луч прожектора, осветил весь овраг. Я нашел ботинки и смог идти. Тропинка была освещена. Я дошел до кельи, нашел и ключ от замка, а он был такой маленький и спрятан так далеко, что даже днем я бы с трудом его отыскал. Я вошел в храм, зажег там все лампадки, и тогда свет исчез. Больше необходимости днем не было.